Итак, получится у нас или не получится, да? Вот давайте по-польски. Получится, не получится, это по-польски будет удаща, не уда. Удаща, не удаща. Например, я уверен, что у меня получится. Следующий пример. Вот самая распространённая отговорка, как считают психологи. Не получается найти время. Удачище. У тебя получится. Дальше. Есть ещё одно такое слово. Выходить. По-русски тоже мы так говорим, да? Не выходит ничего. Например, ниц стего не выйдя. Ничего не получится из этого. Не выйдет ничего из этого. Ниц стего не выйдя. Дальше. Мам надея, же цось стего выйдя. Мам надея, же цось стего выйдя. Я надеюсь, что что-то получится из этого, что что-то выйдет из этого. Мам надея, же цось стего выйдя. И есть ещё одно выражение. Дач рады, не дач рады. Дач рады, не дач рады. Оно двоякое, потому что дач рады, с одной стороны, можно прочитать, как дать совет. Всё зависит от контекста. А с другой стороны, можно это прочитать, как справиться, не справиться. Дач рады, не дач рады. Вот смотрите. Даш рады, скончить тен курс? Получится у тебя закончить этот курс? Как ты думаешь, получится у тебя закончить этот курс? Даш рады, скончить тен курс? Или даш рады, даш рады, зробич то до вечора? Получится у тебя закончить с этим до вечера? И, например, такой пессимизм. Я не справляю, кажется, я не справляюсь. Вот дать рады ещё можно перевести как справиться. Кажется, я не справляюсь. А я вам в самом конце скажу «даче рады». То есть у вас всё получится, вы справитесь. Итак, с вами была программа «Серёгинский склад». До следующих встреч. Всего хорошего. Чащичь! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!